Привет, это Атом Дуба, канал о физике. Все тела можно зарядить только двумя видами зарядов, либо плюсом, либо минусом. Если их зарядить одинаковыми зарядами, то они будут отталкиваться друг от друга, а если противоположными, то притягиваться. Зная такие простые законы физики, можно получить практически безграничную власть над вещами. Ну вот, например, смотри. Так, вы. Сидеть! Сидеть всем, я сказал, сидеть! Так, а ты чего обленился? Ну-ка, давай-давай, работай, давай-давай-давай. Давай, работай по-нормальному. В фильмах любят показывать, что при ударе током из розетки волосы встают дыбом. Чепуха! 220 вольт на такое не способны. В прошлом видео я демонстрировал генератор, способный получать несколько десятков тысяч вольт по меньшей мере. Вот он, может быть, годится. Вместо человека используем искусственные волосы из бумаги. Они все заряжаются тем же зарядом, что и шар, поэтому отталкиваются друг от друга и от шара. В моем случае на них положительный заряд. Если убрать заряд с помощью заземленного электрода, то бумажки опускаются. Э, а опыты на людях будут? Что за подстава? Ну, у меня не очень подходящие волосы. Слушай, Саркиз, а какое там напряжение? Ну, наверное, сто тысяч вольт где-то. Сто тысяч вольт? Ну, ты не переживай, там, наверное, сто тысяч не наберется, на самом деле, скорее всего, меньше. Ну, ты знаешь, что убивает не напряжение, убивает энергия, которая через человека пройдет. А я все на самом деле рассчитал. По школьной формуле ЦУ квадрат на два? Да, да. Туда входит еще емкость в энергии. А у нас емкость маленькая, потому что шар маленький. И когда ударит молния... Молния? Ну, если ударит молния... Если ударит молния... То напряжение мгновенно упадет, и ничего страшного произойти не успеет, в отличие от розетки. Так что все нормально. Безопасно. Понятно. Итак, Маша соединяется с генератором, а также встает на толстый слой изолятора, чтобы заряд не уходил через нее в землю. Поехали! Маша будет заряжаться дольше, чем генератор сам по себе, потому что ее электрическая емкость больше, чем у шара самого по себе. Маша, что чувствует человек, заряженный до 1000 вольт? Ничего. Она, конечно, врет, что ничего не чувствует. Видно, как высокое напряжение сводит на ее лице мышцы, заставляя непрерывно улыбаться. Через некоторое время можно увидеть результат. Волосы поднялись, но не все. По-видимому, только самые тонкие и легкие из них. Кроме Маши, я еще пробовал зарядить Диму. Результат примерно такой же. Я думаю, что мой генератор способен на большее. Когда разберусь с мешающими факторами, то покажу результат. Когда Маша касается пола, то заряд с нее уходит. Я снял Петров Первых. Что ты снял? Ну, этих Петров Первых. Увидеть отталкивание зарядов можно еще несколькими способами. Я сделал такие полусферы из фольги и сложил из них башенку на генераторы. В прошлом видео я объяснял, что всегда заряжается внешняя поверхность проводников. Именно этим объясняется то, что ты сейчас увидишь. Ахахаха! Вы видели это? Давайте еще раз с другого ракурса. Вы видели, как они высоко подлетают? Или вот мячик, обернутый фольгой. Висит на ниточке. Он заряжается от генератора плюсом и отталкивается от него. Когда он успокоится, то будет висеть под наклоном. Ну, отталкивание, ладно, я понял. А притяжение как ты будешь показывать? Что, второй генератор для минусового заряда делать, что ли? Да нет, на самом деле все проще. Я сам, находясь возле генератора, заряжен минусом. И если я коснусь мячика, то он притянется к шару. Там заряжается плюсом и летит обратно и так далее. Получается такой электростатический пинг-понг. Минус на мне берется, потому что я касаюсь более или менее проводящего пола. И при этом я стою не абы где, а недалеко от положительно заряженного генератора. К нему через меня из земли притягивается отрицательный заряд. Через воздух ему пройти сложно, поэтому в основном он остается на мне. Это называется наведенный заряд. Поэтому волосы у людей будут подниматься не только, когда они заряжаются от шара, но и когда просто сидят рядом с ним. Но самая прелесть в том, что можно зарядить предмет, совершенно не касаясь его, через воздух. Особенно хорошо заряд стекает с чего-нибудь острого. С иголки, например, ну или с пальца. Заряжу таким образом мячик. Смотрите. Иди. Прикол, да? Наверное, ты теперь догадываешься, почему бумажки липнут к шару, когда я им говорю это делать. Я их заряжаю минусом. А на шаре при этом плюс. Если бы я просто поднес руку, то на бумажках остался бы плюс, и они притягивались бы к моей руке. Ну и напоследок предлагаю устроить электростатическую вакханалию. Прямо под шаром генератора я положил фольгу и заземлил ее. На нее я положил кучу мелко нарезанной бумаги. Объяснять ничего не буду. Если внимательно слушал, то, надеюсь, сам догадаешься, чего тут происходит. Итак, поехали. Че-то слабо. А, забыл фольгу заземлить. Поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слушай, а что будет, если я для себя докоснусь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, между нами проскочила искра. А вот про всякие искорки, электрические разряды мы поговорим в следующих видео. покеда